здравствуйте друзья я хотел подвести итог недели которая заканчивается сегодня в пятницу дело в том что очень интересные события происходили вот эту неделю относящиеся к тому что поскольку у нас началась full-time группы и там ребята со всей америки я когда опрашивал их в классе там кто откуда приехал у меня в глазах потемнело то есть но просто невероятно там только из нью-йорка человек пять или шесть в общем к чему рассказываю естественно когда люди приезжают многие из них думают что они тут у нас на навсегда как бы допустим надолго там немного но может быть человека 34 в этом классе есть таких которые просто по гринкард лотерея сразу к нам но их никогда немного их всегда чуть-чуть в основном это ребята которые уже пожили в америке несколько лет других штатах а иногда и прилично пожили по 10 лет и по 15 так тоже бывает так вот естественным образом значит кто-то там по знакомым кто-то на форумах договаривается о жилье там кто-то вместе едет там они заранее сговариваются что они вместе приедут с ним и вот что обнаружилось буквально за последние три-четыре недели кардинально изменилась ситуация на рынке жилья во-первых квартирка вот скажем ван бедрум да то есть одна спальня в районе где обычные школы не не самые там супер дюпер а обычные значит если месяц назад можно было снять скажем там за две тысячи за 2050 долларов то сейчас это уже 2 350 такого плана ван бедрум и это не будет шикарный ван бедрум это будет более чем скромненький но то есть скромненький это даже как бы комплимент я договорился с одним вот таким снимающим господином у нас студент есть из нью-йорка очень симпатичный парень вот он вам расскажет более подробно про сегодня куда-то там пошел ключи забирать снял квартиру он ее снимал пять дней пять дней он не занимался ничем больше он ходил снимал себе жилье то же самое девчонки у нас есть некоторые они там сгруппировались тоже ходят вместе снимают они разговаривают подают applications ну что получается у вас берут это applications но там их пачка этих applications и они дальше значит решают кому сдать то есть у них сейчас такой конкурс как бы жильцов желающих снять много я с ужасом вспоминаю вот точно такой же момент времени это было летом 2000 года точнее это было где-нибудь в июне у нас тогда с одной стороны студенты тоже приезжали к нам но другой стороны мы тогда привозили много ребят по рабочим визам и я знаю что ты говоришь вот идешь по той улице там заходишь звонишь там и к вечеру он возвращается у него там есть квартира а тут значит они говорят нет нету нету я думаю что такое ладно сажусь машину поехал с ними всюду заходишь и всюду нету и кончилось это тогда тем в 2000 году что за забором того места где было здание нашей школы за забором был кондо и мы купили там квартиру чтобы селить в нее ребят которые к нам приезжают на работу не студентов а те кто на работу приезжать чтобы было куда их там девать потом уже и студенты стали добавляться может быть там вот такая общага у нас было мы с трудом от нее избавились когда интернет бумов борется уже сложно было что-то продавать так мы там уже ремонт устроили там и красоту всякую навели в общем еле избавились так вот сейчас ситуация мне вот напоминает ту тогда жилье просто пропало за любые деньги пропало а потом месяца три-четыре ничего не было и вдруг значит вот вынырнула но уже раза в полтора дороже то что стоило 1400 вдруг стало стоить 2 например это было в 2000 году и вот сейчас цены примерно там же там ну тогда было 2 а сейчас может там она она была 2 месяц назад то сейчас нас даже квартира стоит там не знаю 2 200 2 300 я могу сказать что не то чтобы там 15 лет назад а даже три года за то квартиры за которые они сейчас хотят 2 200 2 300 стоила еще 150 ну там 1200 может быть вот такого плана это та же самая квартира они сейчас не особо не сделать не успели но может быть не знаю там подкрасили может там раковину на кухне заменили такого плана ничего кардинального там не произошло за это время просто соотношение спроса и предложения очень много людей приезжают сейчас сюда на работу работы много работа хорошо оплачиваемая то есть много хорошо оплачиваемой работы и вот люди готовы платить там именно это совершенно жуткие деньги за не поймешь чего наш с вами коллега по каналу голос силиконовой долины наш зритель дмитрием зовут сегодня заходил в офис принес мне подарок привез из москвы значит фуражку но я не хочу сказать белогвардейскую но как бы царской армии фуражку как бы какая-то копия с оригинала там замечательно пока знаете с маленьким козырёчком такая вот вот как фильмах про гражданскую войну вот такая шикарная фуражка и вот он тоже значит там пошел снимать квартиру и он еще пока не снял но я обменялся с ней впечатлениями вот он говорит что допустим там ту бедром да уже две спаленки это вот допустим там скромненькая где-то там 2 700 2 800 вот так так что ну мы посмотрим мы еще может быть с ним сюжетик снимем я надеюсь просто ребята только два дня как приехали еще у них так не не устаканилась там в голове на каком они свете они так такие вылазки делают небольшие из мотельчиков вот но к нам забрели поскольку фуражка было чтобы ее отдать так что я просто рапортую последние события и если вы собираетесь в кремниевую долину ближайшее время просто чтобы вы знали что за месяц ситуация изменилась очень сильно во первых с точки зрения цены во вторых с точки зрения того что есть хоть что нибудь снять даже за деньги теперь что в принципе я может быть поделюсь общими соображениями дело то что середина июля мы сейчас именно там это вообще время очень тяжелое с точки зрения съема жилья потому что осталось буквально несколько недель уже там 20 скажем гроба 20 августа уже люди дети в школу пойдут здесь не 1 сентября ходят по разному но где-то в августе происходит так вот и те кто еще не переехал лихорадочно переезжают поэтому там где школа чуть получше значит там соответственно уже и ажиотаж и стоимость цен рост цен не исключено что вот допустим в сентябре в октябре эти две три сотни значит лишние цены уйдут куда-то вниз снова но с другой стороны не исключено что в октябре например начнут заезжать с очередного призыва по рабочим визам люди да у них с 1 октября по идее они не все появляются сразу 1 октября они могут там с октября до до января подтягиваться но в общем то тоже такое время когда прибавляется нового народа вот считаете что с рабочими визами что мы с них половина сюда подъедет я не знаю я не знаю процентного соотношения но не удивлюсь так что в общем такого дурдоме значит мы иногда вот нас просят расскажите о кошмарах америки вот я рассказываю такой кошмар вот хорошо что мы так как-то от этого не зависим те кто здесь давно уже и так более-менее обустроен а вот начинающего ведь как ставится сложнее и сложнее и сложнее потому что вот такое соотношение спроса и предложения строить то негде видите все застроено как бы территории уже достаточно хорошо освоена здесь не строят гектарами здесь если строят то там снесут там как магазин и вот на его месте построит там не знаю там пяток таунхаузов вот такого плана стройки идут все все такое миниатюрненько или просто домик снесут на его месте новый либо вот что такое маленькое маленькое там 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 поставят пару-тройку даже уже не домиков а норовят сейчас таунхаузов что так поплотней поднабить на на пятачке вот такая жизнь счастливо а